Добрый день! Искренне надеюсь на то, что у вас все хорошо и настроение отличное. Меня зовут Диляра Бектагирова. Я сотрудничаю со Skyeng уже пять лет. Пришла в школу, будучи студенткой. За это время через меня прошли сотни учеников разных уровней. Конечно, я, как и все преподаватели, особенно на старте карьеры, считала, что нужно начинать работать с невысокими уровнями и боялась брать студентов посильнее. Однако мои опасения были напрасны. И сегодня мы как раз поговорим о том, какие страхи есть у преподавателей. Постараемся развенчать их, а также рассмотрим типичные запросы от студентов высоких уровней. И поделимся универсальным сценарием занятий для высоких уровней, которые этот запрос могут удовлетворить. Будет интересно и полезно, так что давайте поскорее начнем. Итак, какие же страхи удерживают преподавателей от работы с высокими уровнями? Первый и основной – это страх сделать ошибку. Все мы порой ошибаемся, особенно на заре карьеры, в основном из-за волнения. И если ученик уровня beginner не заметит, что вы сделали ошибку во втором условном предложении, то ученик уровня upper intermediate явно заподозрит неладное. Сразу развенчаю ваш страх. Во-первых, в процессе коммуникации мы все делаем ошибки. Даже на родном языке мы все порой заговариваемся. Что мы делаем в такой ситуации? Правила говорим, ой, и исправляемся тут же, отшучиваемся. То же самое можно сделать и на уроке. В конце концов, всегда можно включить хитрость и сказать студенту, что вы его проверяете, что вы намеренно делаете ошибки, чтобы подловить нужный момент. Второй страх – неспособность ответить на вопрос студента. Я боюсь того, что не смогу ответить на вопрос студента без подготовки. Учителя порой боятся, действительно боятся того, что не смогут сходу объяснить сложные правила, вспомнить трудную лексику и так далее. Здесь по аналогии с прошлой ситуацией главное не растеряться, показывать уверенность. Если вы в онлайне, ученик даже не заметит того, что вы замешкались. На случай с лексикой всегда держите открытую вкладку с переводчиком. Это поможет в случае необходимости вспомнить требуемое слово. Если ученик просит вас объяснить сложную грамматическую тему, а сделать эту сходу вы не готовы, предложите ученику вернуться к теме в следующий раз, пообещав подготовить для него наглядное объяснение. Это шанс для вас подготовиться, ну и на самом деле объяснить не на пальцах, а основательно. В блоге Sky Teach одна из самых популярных статей, написанная еще в 2017 году, но актуальной по сей день, звучит так. Что делать, если ученик задает вопрос, ответа на который учитель не знает. Ссылочку мы прикрепляем. Там же вы можете почитать еще про ряд фишечек. И как видите, материал очень популярен, так что вы не одни. Все мы сталкиваемся с подобной проблемой рано или поздно. На самом деле, в каком-то смысле, с учениками высоких уровней работать кайфово. С начинающими ты не только учитель, ты еще и аниматор, и очень тонкий психолог, так так. Мотивация не всегда высокая у таких учеников. С высокими уровнями порой можно расслабиться. Students talking time гораздо выше на таких занятиях. Порой можно, что называется, удочку закинуть, а ученик особенно разговорчивый уже по ходу урока разовьет ту или иную тему. Какие же они, высокоуровневые студенты? Чего они хотят? Какой у них запрос? Посмотрим на типичные случаи. Первый. Английский для карьеры. Ученик хорошо знает язык, но ему нужна специфика делового общения, навыки деловой переписки, ведение переговоров. Возможно, лексика какая-то, да, специальная, узкая, профессиональная. Иногда нужно составить резюме, готовиться к собеседованию. Вторая, второй случай, вторая цель – это сдача экзамена. Общий уровень языка у студента высокий, его требуется поднатаскать под определенный формат. Третья ситуация – просто поговорить, чтобы не терять сноровку. При этом, чтобы ученик чувствовал прогресс, нужно структурировать занятия, усложнять его словарный запас, совершенствовать грамматические конструкции, которые он использует. Четвертый запрос – хочу читать или смотреть фильмы в оригинале. Тоже цель из разряда для себя, но в принципе вполне конкретная. Как же удовлетворить подобные запросы студентам? Само собой, по каждому из вышеперечисленных целей можно проводить отдельный стрим. Кстати говоря, недавно коллега, суперопытный преподаватель и методист Яна Шер проводила стрим, ссылочка на который мы тоже поделимся. Так вот, моя задача сейчас не рассказать вам о том, как готовить к международным экзаменам, как преподавать бизнес-инглиш или английский по фильмам. Я хочу дать вам универсальный сценарий занятий для высоких уровней. И один из вариантов – это дискуссия. Дискуссия – это универсальный вариант. Это и про подготовку к деловым переговорам, и для эссе в экзаменах полезно, и просто поболтать. И после просмотра фильма актуальна. Дискуссия, если она грамотно организована, может получиться очень продуктивной и увлекательной. И теперь мы поделимся планом, пошаговым планом подготовки к дискуссии. Шаг один – выбрать тему. Конечно, лучше вас самих, ваших учеников не знает никто. Возможно, вы замечали, какие темы наиболее интересны вашим студентам. Отталкиваться стоит от индивидуальных особенностей и предпочтений. Но помните, не стоит перегибать палку, брать чересчур острые темы, например, религия, текущая политическая ситуация. Старайтесь брать традиционные темы, которые способны разжечь продуктивный, но адекватный спорт. Например, феминизм, дистанционное образование, вегетарианство. Шаг второй – подобрать вопросы для обсуждения. Конечно, придумывать их каждый раз для учителя очень сложно. И здесь на помощь приходят сайты с готовыми вопросами. Например, DebateWise, Procon, PrintDiscuss. Подробнее о них вы узнаете в нашей раздатке, ссылочку на которую мы тоже прикрепляем. Шаг третий – непосредственно организация дискуссии. И шаг четвертый – завершение дискуссии. В финале вам нужно прийти к компромиссу, сделать summary, поблагодарить учеников, отметить сильные и слабые стороны каждых из сторон и дать полноценную обратную связь. Большое спасибо. Надеюсь, что наш материал будет полезен для вас, и вы перестанете бояться работать с высокими уровнями и начнете это делать продуктивно и эффективно как можно скорее. Всем хорошего завершения лета, удачи и замечательного настроения. See you! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok